Здравствуйте! Сегодня в гостях радиостанции «Голос Азии» в рубрике «Человек труда» не просто представитель одной из профессий, а заслуженный работник здравоохранения, ветеран труда, главврач, рез-наркодиспансера Ирина Апанасовна, подруги. Здравствуйте! Добрый день! Ирина Апанасовна, как настроение у вас? Да замечательно! Замечательно? Это хорошо! Хорошо! Ирина Апанасовна, мы прекрасно видим меры, предпринимаемые правительством по снижению потребления алкоголя в республике. Какова статистика на данный момент? На данный момент статистика имеет хорошую положительную тенденцию, в том числе, что каждый год, практически ежегодно, мы более 200 человек снимаем с нашего диспансерного учета, именно 80% из которых составляет снимаем по продолжительности ремиссии. То есть, фактически с выздоровлением. И это очень положительный момент. А продолжительность ремиссии, это и есть выздоровление? Да. Ну, в нашем понятии медицинском, да, более двух лет и выше. От двух лет? Да. То есть, человек считается выздоровевшим, если он не употребляет алкоголь на протяжении двух лет вообще? И выше, да. И выше. На 200 человек ежегодно? Да, более 200 человек ежегодно мы снимаем с учета. Профилактические кабинеты, либо какие-то методы наиболее эффективные, что помогает лучше всего в улучшении статистики? Обязательно профилактика. Потому что без профилактики просто лечить это невозможно. Люди должны знать, с чем они сталкиваются. Люди должны понимать, какая серьезная проблема у них внезапно появляется. Да, или не внезапно, но она формируется. Люди должны иметь представление, куда в случае чего-то им обращаться. Вот это обязана сделать именно профилактика. Это, во-первых. Во-вторых, приказом в 1034 Минздрава Российской Федерации утверждены в составе специализированной службы, наркологический диспансер, это специализированная служба, в обязательном порядке открытие кабинетов профилактики, либо отделения профилактики. У нас такой кабинет открыт, и он функционирует. Отделение профилактики что в себя включает? Обязательно там врач-нарколог, который должен проводить консультативный прием населения. Тут же он может, если показано, направлять на госпитализацию, на лечение, но большая все-таки часть это именно его консультации. То есть люди могут приходить любые, спрашивать что-то, что их больше всего тревожит. То есть если врач на приеме, просто он в основном занимается заболеванием. Пришел, посмотрел, выставил диагноз, назначил лечение и назначает периодические приемы, подойти тогда-то, тогда-то для контроля именно проведения лечения контроля. А все-таки кабинеты профилактики, он все-таки больше именно консультативный уклон. То есть человек, который сомневается и не понимает, что с ним, может прийти спросить, доктор, у меня вот то-то, 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 с чем это связано и подпадает ли это под понятие ваших заболеваний. Ну, не человек или там родственники, допустим, приходят с проблемой, вот у нас там то-то, 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 разнесите нам, пожалуйста. Вот врач-нарколог именно вот в отделениях профилактики, они имеют право консультировать. Ну и точно так же, как в любом другом кабинете, брать на прием, направлять тому или иному специалисту, назначать какие-то диагностические процедуры. То есть в это функционал их тоже в это входит. Как часто сами пациенты приходят? Понятно, когда приходят родственники, потому что в первую очередь это отображается на них, как на людей самых близких. А как часто сам человек, осознав свою проблему, пользуется услугам профилактических кабинетов? Ну, вы знаете, хочу сказать, просто по статистике в наш стационар впервые поступают люди, к сожалению, по скорой помощи. То есть у нас пока население еще не готово к тому, что если возникают проблемы с алкоголем, это надо обязательно идти к врачу. Хоть везде всегда мы об этом говорим, призываем обращаться, пусть даже на анонимной основе, не важно как, но человек должен прийти к врачу сам. И пока этот процент невысок. Но вы знаете, хочу сказать, что есть все-таки тенденция положительная к тому, что это количество из года в год все увеличивается. Пусть на немного, пусть там человек на 10 в год, пусть на человек на 5 в год, но все же процент обратившихся самостоятельно у нас растет. Ну, и это тоже входит в состав профилактики. Конечно, это роль профилактики. Я знаю, что вы как человек с богатым опытом, именно связанным с профессией, как работник здравоохранения, активно выступаете за ведение медвотрезвителей. Можно про это? Да, согласна. Вы знаете, все-таки мы должны понимать, что раньше ведение медвотрезвителей, когда находились в составе, в структуре МВД, они выполняли роль профилактики правонарушений, да, преступлений, ну, в отношении пьяных или же совершенными людьми в нетрезвом состоянии. То потом, вот буквально после развала СССР, эта функция утратилась, и мы получили просто всплеск пьяной преступности. Соответственно, когда чиновники наши обратили на это внимание, то структуры, которая была создана в России, в частности в нашей республике, ее уже не существовало. И, конечно, хороший опыт, когда бы он ни был, все равно является хорошим опытом, да, и его надо было возрождать, и его надо было делать, поэтому долго муссировалось, кому отдать в отрезвитель здравоохранению, либо это будет, опять же, функция МВД, либо еще кому-то. Вот, чтобы не было вот таких вот метаний, у нас в республике есть уникальный пилотный, скажем так, проект, когда все-таки и правительство, и здравоохранение, и МВД, мы нашли золотую середину, что в отрезвители должны все-таки открываться при муниципалитетах, потому что, ну, и горожане, и сельчане, все-таки там у них есть свои муниципалитеты, которые обязаны заботиться о здоровье граждан, в том числе, да, и заниматься профилактикой правонарушений. И, фактически, мы, вот Башкоркастан, Тува, на сегодняшний день единственные регионы, где у нас в отрезвителе существуют, именно в том виде, в котором они у нас созданы, именно при муниципалитетах. И я считаю, что это очень хороший опыт, потому что нашим опытом интересуется, нас об этом спрашивают, и мы говорим о том, что это эффективно, и это может работать. Это, во-первых. Во-вторых, вытрезвителей сейчас, кроме города Кызылла, пока нету, но вот в этом году поступили деньги, финансируются, открыть еще двух вытрезвителей, это Шаганар и Ак-Дурак. Пока в Шаганаре, я уже видела, там фотографии идет ремонт здания самого бывшего вытрезвителя. В Ак-Дураке, пока проблема затягивается, и за невозможностью передать земельный участок, который принадлежал Министерству внутренних дел. Консультативная помощь тем сотрудникам, которые будут работать в мед. вытрезвителях, уже сейчас, на данный момент, оказывается, потому что, ну, скажем так, это немного забытая практика и достаточно сложная. Рез наркодиспансер принимает какое-то участие в консультации будущих специалистов, которые будут работать, либо вообще здравоохранение в целом. Обязательно. Вот Рез наркодиспансер обязательно принимал активное участие, когда открывался городской наш, ну, он не вытрезвительный, называется, центр социальной помощи людям, оказавшись в состоянии алкогольного опьянения. На улице. Да, да, да. МКУ-центр попроще, да. Значит, конечно, когда его открывали, во-первых, мы смотрели здание, мы смотрели помещение, как это будет, на сколько мест оно будет рассчитано, с какая его годовая будет, значит, потребность, вернее, в том или ином финансировании, да. Мы всех сотрудников, которые туда были приняты, понятно, что это не медицинское учреждение. Соответственно, там не могут работать медицинские сотрудники, да, и там фельдшера, медсестры. Это люди, те, которые, в принципе, изначально, они и работали раньше в отрезвителе, просто их пригласили, чтобы они на первых этапах хотя бы оказали какую-то консультативную помощь. И все равно мы для этих сотрудников провели обязательно обучающий семинар. И вот точно такую же помощь мы будем оказывать и в отрезвителе, и в Шиканаре, и в Агдуараке. И в обязательном порядке мы этих сотрудников обучим просто элементарной даже понятии, что такое алкогольная интоксикация, это то, бишь, опьянение, да, какие стадии бывают, и на что обращать внимание, когда человек пьяный. Потому что, когда человек пьяный, многие клинические картины, там, расстройства, каких-то травм или чего-то, чего-то из-за алкоголя. Ну, мы знаем, что алкоголь все-таки анестетик, да. Поэтому клиника бывает травм, каких-то заболеваний. Немножко под воздействием алкоголя она не так явно выражена. И мы всегда считаем, что люди, которые работают в таких учреждениях, они обязаны обращать внимание на цветку уже, на давление, ну, на какие-то там определенные клинические проявления, чтобы не пропустить серьезное осложнение, которое возникает у состояния пьянения. Потом, когда люди уже начали работать, мы с ними заключили договор с МКО-центром о постоянном медицинском сопровождении. И, допустим, если у них какое-то есть подозрение, что да, человек действительно плохо себя чувствует, они звонят и к нам переводят пациентов, которые действительно нуждаются в медицинской помощи. А так, если это легкая средняя степень опьянения, они приходят там, проспятся и дальше уже своими ногами уходят домой. Существует в народе такое выражение «я не алкоголик, а бытовой пьяница». Вот насколько данная фраза верна и вообще существуют ли бывшие алкоголики? Ну, вот с конца начну. Бывших алкоголиков нет, такого понятия не бывает. Есть люди, которые находятся в состоянии ремиссии много лет. Ну, понимаете как, у нас называется, вот по нашей классификации, это называется болезнь зависимости. Вот болезнь зависимости, если она сформировалась, зависимость, вы понимаете, она может быть разная. Зависимость от игр, от алкоголя, от наркотиков и так далее, там, ряд химических веществ, да, вот, химическое и не химическое. Вот, если она сформировалась, потому что принцип формирования зависимости, он один. У всех. У всех. Если она сформировалась, она остается с человеком навсегда. Она не уходит. Просто человека надо научить распознавать признаки обострения в лечении и уметь с этим обострением заболевания бороться, справляться, своевременно обращаться к врачу, профилактически принимать лечение. Или ему поможет, допустим, группа самой взаимопомощи, как мы называем, там, на них алкоголиков, анонимных наркоманов, да. Вот, и тем самым, вот эта зависимость, ее можно продлить. Просто мы обязаны научить человека использовать разные механизмы борьбы с обострением заболевания. У меня один знакомый, он, у него очень были большие проблемы с алкоголем. И на протяжении четырех лет своей жизни он не пил. Потом, ну, снова сорвался. И как-то в разговоре с ним я задал ему вопрос про то время, вот, когда он не употреблял алкоголь. И он произнес такую фразу, Саш, у меня было такое ощущение, что вот я по улице иду, такое ощущение, что я словно голый иду. Он как-то вот так себя чувствовал. Вы сказали, что нужно уметь рассмотреть в человеке момент, когда вот он может снова сорваться. А на что стоит обращать внимание в первую очередь? Когда человек вот уже на протяжении длительного времени, он не употребляет алкоголь, но действительно назревает такой момент, что он вот-вот может сорваться. А на что в первую очередь стоит обращать внимание? Вы знаете, у нас в клинической картине болезней зависимости, да, есть такие периоды, кородация по 30 дней. 30, 60, 90, 120, 180, да. Вот обязательно вот эти периоды надо отслеживать, потому что это просто, понятно, что это среднее количество дней, да. Но приблизительно вот в эти дни начинается усиление влечения. И человек становится суетливым, человек начинает провоцировать или создавать обстановку, при которой можно выпить. Человек начинает искать деньги или там... То есть все его поведение говорит о том, что он находится в состоянии поиска или крайнего возбуждения. У него может нарушаться сон, у него могут проявляться признаки, мы говорим, сухой абстиненции. То есть как бы абстиненция развивается без употребления вещества. Ну, тоже вот нарушение сна, какая-то тошнота, какое-то недомогание, да, вот все проявления, по-простому говоря, похмелья, но без вещества. Тоже так? Такое бывает, да. Ну, в основном у наркоманов, но и у алкогольно-зависимых тоже бывает. Поэтому вот почему и существуют, и создаются группы созависимых. Мы теперь плавно перешли уже от самих пациентов к родственникам, которые их окружают, да. И вот наша задача, да, и нашей службы в том числе уже обучать и работать именно с созависимым. Потому что мы с вами уже как-то на эту тему говорили. Зачастую одними из пусковых механизмов усиления в лечении, да, является именно непонимание ближайшего окружения родственников. Просто не понимает, что человек действительно болен и что его нельзя провоцировать. Наши бесконечные свадьбы сейчас идут в летний период, наши там какие-то дни рождения, юбилеи, там, праздников бесчисленное множество, да. Это все повод для того, чтобы человек сорвался. Мы понимаем, что человек не может в вакууме находиться, все равно он в социуме, да, он живет, у него есть соседи, конечно, у него есть друзья. Но, во всяком случае, от родственников многое зависит от того, чтобы какой-то период, вот, когда наступает вот эта вот суетливость, да, как-то оградить. Может быть, его куда-то увезти, может быть, занять чем-то, нагрузить так, чтобы он вздохнуть не мог. Или переключить просто внимание на другое. То есть, и это может, вот эти периоды обострения, они могут потом плавно сойти на нет, и человек дальше потом будет оставаться в трезвости. Но, вот вы сказали, я не пьяница, я алкоголик. Да, 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 да. Вот, в принципе, вот сочетание синонимы, вот для меня я их не разделяю. Но, как у врачей, я вот уже говорила, у нас есть клинические признаки, по которым мы выставляем диагноз, да. Но я считаю, что просто пьяница – это не диагностированный зависимый. То есть, тот человек, который не пришел к врачу, мы не смогли его там забрать и нам на жизнь, и нам на заболевание, и выставить тот или иной диагноз. Потому что не обязательно это может уже зависимость, синдром, да, а, скорее всего, это развитие заболевания. То есть, алкоголизм без явлений зависимости у нас это называется так. Надо обращать внимание, все-таки, если человек начинает употреблять вещество свыше одного дня, если он начинает похмеляться, если у него начинается вот поисковое поведение, когда он начинает искать всякие мероприятия с выпивкой или там с употреблением чего-то, да, химического вещества, если он начинает это уже искусственно создавать, если начинается проблема в семье, это тоже признак того, что у человека формируется зависимость, то тут все-таки уже надо бить тревогу и надо все-таки подразумевать то, что, скорее всего, у человека идет развитие заболевания. А в тот момент, когда человек создает какие-то обстоятельства, становится суетливым, когда вы говорили, что наступает момент похмелья без употребления, да, вещества, в этот момент он сам понимает, что с ним происходит? Нет. То есть он может, он может, нет, он может понимать, что им хочется выпить или там покурить, да, травку, ту же самую. Он это понимает, конечно, но, к сожалению, в лечении бывает настолько сильно, что просто даже его силы воли не хватает с этим бороться. Почему мы говорим о болезни зависимости? У него зависимость именно к этому химическому веществу. Иногда, вот раньше лечили, знаете, такой смесь Попова была для зависимых от алкоголя, куда входил этиловый спирт. Потому что для того, чтобы человек выжил, нужно дать обязательному дозу вещества. Потому что физическая зависимость настолько развивается у человека, что он просто без этого вещества уже жить не может. То есть это уже на физическом уровне? Это уже, да, это физическая зависимость. Мы уже сейчас затронули на предыдущем тоже интервью с вами, разговаривали о таких ситуациях, но чаще это всего связано с подростками. Когда родители и ближайшее окружение вроде бы должно, наоборот, забить тревогу, наоборот, должно проявить максимальное содействие к выздоровлению и максимальному взаимодействию с медучреждением, а родители, наоборот, как бы не идут на контакт. Как много сейчас таких случаев? Обычный пример, что ведь если у человека есть проблема, связанная с алкоголем, либо с наркотиками, да, могут быть выявлены не только в семье и сотрудниками медучреждения, но и какими-то определенными мероприятиями, проводимыми в школах. Да, конечно. Множество ситуаций возникает, и где родители потом боятся, допустим, вести ребенка на лечение ввиду того, что он там попадет на учет или еще куда-то. Таких случаев много сейчас? Ну да, конечно. Я не могу сказать, что их много, но они имеют место быть. Как бы, да. То есть, чтобы не... Вот они, родители, исходят из, наверное, устремления сделать хорошее своим детям, да, скрывая их потребление алкоголя или наркотиков, чтобы не, как говорят, сломать карьеру, им же поступать в ВУЗ, им дальше учиться, устраиваться на работу. Они считают, что все-таки наш репрессивный механизм настолько суров, когда мокла в мече, и дальше потом все уже. Поэтому, конечно, мы понимаем их побуждение. Но все-таки, позволю себе не согласиться с этим побуждением, потому что они просто тем самым скрывают болезнь и дают ей развиваться дальше. Ребенок не попадает в врачу. Заболевание продолжает прогрессировать. Допустим, он сейчас балуется пивом, пивом считается... Сейчас вот такая агрессивная реклама безалкогольного пива. Безалкогольного пива не бывает вообще в принципе, да, потому что сусло, оно бродит. Но тем не менее, от пива, он ведь начинает переходить уже в студенческие годы, например, на более сильное, крепленное вина, допустим, а там уже и до крепких горячительных напитков доходит. И незаметно к 20-30 годам мы получаем человека часто пьющего. А проглядели когда? А проглядели на этапе школы просто потому, что не хотели там, чтобы он состоял на учете. Вот понимаете, вот у нашей службы при всем том, да, есть моменты репрессивные, вот мы, врачи, очень лояльны, настроены. Мы понимаем, что если мы ребенка поставим на учет, он будет состоять у нас очень долго. И у нас нет задачи ни в коем случае навредить или там как-то не разрешить ему что-то, да. В любом случае, если мы видим, что есть и от подростка от дачи, и он сам старается, и, допустим, регулярно приходит на прием, отмечается, сдает анализы, анализы чистые, мы видим, что родители заинтересованы, да через год мы его просто снимем. Потому что мы понимаем, что детям надо учиться, детям надо поступать на работу, и как бы вот всегда идем навстречу. У нас даже было всего два подростка, которым мы выставили диагноз зависимость от алкоголя. Всего два. Но там действительно она уже была в рамках зависимости, что пили уже и водку, и крепкие алкогольные напитки, и регулярные, и так далее. Это уже в подростковом возрасте. Да, это уже в возрасте подростковом. А так, на самом деле, мы не хотим ни в коем случае навредить ребенку, понимая, что у него вся жизнь впереди. То есть сейчас у него был какой-то период, да, мы все были подростками и все шалили иногда. Но мы понимаем, что это не означает, что он в таком же периоде будет и в более взрослом состоянии, да. Все это приходящее. Вот в отношении подростков так. А регулярно проводим выездные мероприятия по тестированию несовершеннолетних. Это, конечно, надо делать. Все-таки это превентивная мера. И превентивная, но пока не в отношении алкоголя, в отношении все-таки наркотиков. Потому что мы понимаем, что Тува – это сырьевая база, гашиша, конопли, коноплядика растущая, да, наша. И все-таки есть потребление среди подростков. Поэтому, конечно, выявлять мы их просто обязаны. И с этой целью просто, опять же, профилактически выявить, поработать, поговорить, провести беседу, где-то, может быть, что-то и полечить, да. Но потом, если все нормально, если в течение года все замечательно, мы этого ребенка снимаем. У нас нет цели наращивать именно вот учет именно несовершеннолетних. Не могу обойти такой вопрос, как лечение в частных клиниках, которые сейчас обществом очень двояко воспринимаются. Потому что, как мы часто видим, есть и вплоть до летальных исходов, когда люди обращаются к такого рода специалистам. Как к этому относитесь лично вы? Вы знаете, на самом деле, мое отношение, наверное, такое будет, скорее всего, неоднозначное. Я не могу сказать, что это хорошо, я не могу сказать, что это плохо. Почему? Потому что вот наша государственная система здравоохранения, именно наркологическая служба, она стандартизирована, регламентирована. У нас есть стандарты лечения, у нас есть протоколы лечения. И мы обязаны оказывать медицинскую помощь трога в рамках установленных требований. Нормативных документов. Но, к сожалению, само наше заболевание, профиль, оно не совсем иногда укладывается в эти стандарты, протоколы, да, и даже в тот набор необходимых лекарственных препаратов, которые нам предписано иметь у себя. Все-таки здесь, наверное, иногда считаю, что частичка Бога тоже присутствует. И если человек пришел к Богу, немаловажный, кстати, аспект выздоровления, там очень активную роль у нас играет и православная церковь, да, и буддистские ламы наши. Если человек пришел к Богу, он может бросить. Почему нет? Если это идет на благо человека. Ну, кроме сект, я имею в виду, да, кроме нетрадиционных там всяких, как их называют, там, да, религиозных групп. Вот. Кроме того, где-то какое-то, что-то потрясение случилось в семье, человек тоже бросил петь. Имеет место быть? Имеет место быть. Потом нельзя скидывать, сочетов все-таки феномен анонимности. Вот эти частные клиники, они могут представлять вот такого рода услуги. И я считаю, что они очень популярны в населении, да, потому что не всем хочется состоять на учете у врача-нарколога. Опять же, по социальным проблемам, да, это и работа, это и отношения людей, конечно. Но помимо всего этого, единственное, что вот во мне вызывает пока негатив, это все-таки отсутствие серьезных требований к этим частным клиникам. А они фактом отсутствуют? Они практически сейчас, вот, в отношении реабилитации, ну, это вот вообще, понимаете, кто в лес, кто под рова. Как хочу, так и лечу. И вот, и мы с вами имеем, что и розгами бьют, и голодом морят, и вообще ужас что творят, да, с людьми. Вроде бы как с благой целью. Потому что вот эта работа на сегодняшний день пока никем не регламентирована. То есть есть требования, опять же, к государственным реабилитационным центрам, но они полностью отсутствуют к частным. Вот точно так же есть требования к государственным бюджетным учреждениям, наркологической службе, но они на сегодняшний день отсутствуют практически к частным структурам, которые оказывают наркологическую помощь. Вот в этом русле, я считаю, что там обязательно надо навести порядок. Правовой, в первую очередь. Что нужно делать обществу, чтобы дети никогда не испытывали желание попробовать алкоголь и наркотики? Воспитывать. Воспитывать с детского сада. Чуть ли не с яслей. Это нельзя. Это плохо. Не надо так. Всем своим видом. Потому что дети – это копия нас. Они видят, как мы себя ведем в семье, как мы, что мы делаем. Поэтому они в своей уже взрослой жизни, они начинают копировать наше поведение. Понимаете? Не надо справлять каждую хорошую новость, каждое событие. Не надо устраивать застолья. Все-таки не зря Минздрав России сейчас делает упор, акцент на ЗОЖ, здоровый образ жизни. Альтернатива спорт, альтернатива здорового питания. Это должно именно пропагандироваться. Не просто говориться, а именно пропагандироваться. Может быть, где-то и в более таком серьезном варианте. Не просто лозунгами или отдельными акциями. А это должна быть система здорового образа жизни, которая должна привлекать к себе ребенка прямо с раннего возраста. Чтобы потом функционировать, переходя из поколения в поколение. Да. Очень объемная беседа с вами получилась в завершении эфира. Что пожелаете нашим слушателям? Здоровья. Здоровья и творческих и иных успехов. Спасибо вам большое за то, что выделили время. В гостях у нас сегодня, еще раз напомню, была главврач, через на 5-е спонсора Ирина Апанасовна Бутерги. Вам всего-всего-всего самого хорошего. И до новых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!